Вы теряете связь с реальностью? Как распознать болезнь на раннем этапе? У меня биполярное шизоаффективное расстройство. Грубо говоря, у меня одновременно и шизофрения, и биполярное расстройство. Началось это, когда мне было всего пять. Я видел мертвых людей, ощущал присутствие призраков, остро чувствовал запах ржавчины металлов и слышал голоса мыслей других людей. В подростковом возрасте мне казалось, что я ясновидящий. В более взрослом возрасте я стал работать медиумом. Клянусь, я искренне верил в то, что могу предсказывать будущее. Потом в один прекрасный день я подумал, а может я просто сумасшедший? Я записался на консультацию к психотерапевту. С тех пор сижу на препаратах и чувствую себя абсолютно приземленно. Мои главные триггеры это игры и сериалы, в которых ломается четвертая стена. Шоу Трумана пугает меня до усрачки. Первым симптомом было то, что я начал слышать голоса знакомых мне людей, которые никак не могли быть рядом. К примеру, я слышал голоса друзей и членов семьи, живших в трех часах езды от меня. Потом я начал видеть разные предметы, обычно во время вождения. Как-то раз я ехал ночью по второму хайвею Небраски и увидел перед собой гигантскую радиобашню. Она стояла прямо посреди дороги. Как только я проехал через нее, она испарилась. Еще изредка я вижу силуэты людей. Самый стрёмный визуальный глюк был, когда ко мне средь бела дня пытался вломиться очень реалистично выглядящий мужик. Я чуть кирпичей тогда не наладил. Бля, а что если все мы с вами, мы с вами больные? А эти люди как раз таки наоборот, они типа, ну, здоровые. То есть они видят то, что и должны видеть люди, здоровые люди. Они видят ту реальность, которую не видим мы с вами. Что если это у нас мозги ограничены? А у них как раз таки они, они типа, более широко мыслят, видят. И это является нормой, а не наоборот. Что если мы больные, а не они? Что если все вот эти вот башни, которые появляются посреди дороги, они на самом деле есть? Мужики, которые выглядят реалистично, да, которые типа якобы пытаются вломиться. Вдруг это духи, а они их просто видят. Квин, Даркнесс, спасибо тебе большое за 11 месяцев. Да, да. Просто им повезло так, что они их видят. У них так устроен мозг. Причем подобное было дважды. Я листал книгу и из нее как бы выпало... И эти голоса тоже. ...второжение. В итоге это привело меня к мысли, что я инопланетянин, который спустился на землю ради спасения человечества. Я постоянно думал, что если я наложу на себя руки, то покину этот мир и вернусь домой к своей внеземной семье. Туда, где мне место. Когда я сидел в тишине, я мог слышать одновременно тысячу разных телепередач. И я чувствовал, что за мной все время наблюдает темная сила. Сейчас со мной все... У меня тоже такое ощущение странное, что за мной наблюдает 4 тысячи человек сейчас. Окей. Если честно, я чуть не расплакался, пока это читал. Мне 17 и с недавних пор я тоже, находясь в тишине, слышу возгласы толпы, болтовню людей и одновременно играющие радиопередачи. И все время слышу в них свое имя и рандомные фразы типа «Вперед!», хотя поблизости никого. Ты в этом не одинок. Друг, есть профессионалы, которые тебе помогут. Тут вопрос только в правильном подборе лечения. Да, пожалуйста, обратись за помощью. Чем раньше ты возьмешься за свои симптомы, тем более управляемой будет твоя болезнь на дистанции. Скажу как шизофреник. Прочитав все ваши комментарии, мне стало в 5 тысяч раз менее одиноко, чем обычно. Для меня первым признаком была навязчивая идея, что друзья затеивают против меня что-то ужасное. Меня настолько мучила эта мысль, что я начал копать грязь на всех своих корешей. Сразу за этим последовали слуховые галлюцинации. Когда мне стало совсем плохо, у меня начали искажаться воспоминания о самых важных моментах в моей жизни. Прошли годы, прежде чем я понял, что все эти яркие воспоминания, в правдивости которых я даже не сомневался, оказались ложными. Но что поделать, так устроен психоз. К счастью, медикаменты, терапия, а также поддержка невесты и друзей способны творить чудеса. Когда мне становится тяжко, меня никто не осуждает. Когда я слушал по радио музыку, мне начало казаться, что исполнители передают мне секретные сообщения. Это были какие-то конкретные песни и сообщения. Было бы интересно узнать, о каких темах говорили разные певцы. Не хочу называть конкретных имен, но эти сообщения были во многих песнях, играющих на радио. Всех исполнителей я уже не вспомню, но их было как минимум шесть. Еще мне казалось, что у меня есть особая связь с солистом одной группы, и что один из их альбомов это план моих действий. Каждая песня в хронологическом порядке описывала, что и как я должен делать. Началось все с того, что я стал мало спать. Я не спал по несколько дней. Потом стал садиться за руль и кататься без какой-либо цели, кладя болт на полицию. Ты стал пренебрегать полицией, потому что чувствовал, что у них нет никакой власти, или ты думал, что тебе просто все сойдет с рук? Скорее было такое чувство, будто я нахожусь выше всех правил и законов. А полиция мешает не идти к моей цели. Моему парню поставили... Какой цель? Просто кататься на машине? ...ставили диагноз. Шизоаффективное расстройство. Первым признаком, насколько я в курсе, стало то, что когда он ложился спать, он слышал и чувствовал присутствие других живых существ. При мне его впервые проглючило, когда он, находясь в своей лаборатории, заметил краем глаза, что в помещении находится бабуин. Когда он обернулся, он тут же понял, что это был просто какой-то студент. Затем началась всякая обсессивная фигня. Он выжигал у себя на лице веснушки, потому что думал, что они канцерогенные. Мог уронить зубную щетку, а потом шел кипятить ее до тех пор, пока от нее не оставалось живого места. Еще он заставлял меня часами успокаивать его и говорить ему ободрительные слова. В итоге я не смогла так жить и ушла от него, тем самым сделав его шизу еще сильнее. Он строчил мне гигантские письма, в которых детально описывал, что он сделает со мной. Там были сотни и сотни страниц. Он писал, что он послан богом, а я дьяволом. И поэтому он должен меня прикончить. Он звонил моим родным на домашний и оставлял им жуткие сообщения. Следил за мной, а потом еще до кучи сделал про меня сайт. Но хорошая новость в том, что... Ебать, он и в лаборатории работал, да, видимо, был каким-то химиком, физиком, не знаю, да. И писателем был, сотни страниц мог писать, у меня же камера села. Еще и сайт смог сделать. Я хуе гений просто, блядь. А она еще и ушла от него. Сейчас, спустя годы, он в полном порядке. Да, он не до конца счастлив. Очень много переживает. Но у него любящая жена, отличная работа, классный дом и так далее. Как после этого может быть в полном порядке? Один шизофреник с Рене-то круто объяснил эту болезнь. Это как будто ты летишь на Гавайи. Но тут самолет внезапно разбивается. Ты оказываешься посреди Сибири и понимаешь, что теперь тебе здесь жить. Че, и че я, блядь, жил там 23 года. Не понял сейчас. И шо теперь у меня шизофрения, по-вашему? Видите, как американцы думают про Сибирь. Это же Reddit, Reddit. Это оттуда все. Летишь на Гавайи, а тут вдруг в Сибири оказываешься. Да, и че, и нормально. А каково мне из Сибири в итоге потом полететь на Гавайи? Я, наверное, себя буду чувствовать самым счастливым человеком на планете, блин. Начал писать посты о том, что он работает над какой-то там новой программой. Никто не врывался, о чем он. Потому что по профессии он вообще декоратор тортов. Потом пошли посты в духе, да пошли все на три буквы. Он оставил целую кучу дневных постов. На следующий день он стал постить какие-то случайные числа. Он писал, что он нашел их в программах, над которыми он работает. В общем, эта чушь длилась несколько месяцев, пока он вдруг не пропал из соцсетей. Через какое-то время он вернулся, написал, что ему диагностировали шизофрению, что он проходит лечение и извинился за свое поведение. Изменено. Лично я давно с ним уже не общаюсь, но это... Интересно, а есть те, кто, ну, реально, вот, скажем так, страдает тем же самым, то есть шизофрения там и прочее? Работает над программой для ФБР. У него были горы бумаг, исписанных цифрами. Мы все еще дружим с... Да, слушай, ну хуйня какая-то одно и то же. Ну, болеет и болеет. Ты что бубнить-то? ...вничтожеством. Тяжело точно сказать, когда это все началось. В то время я жила в изоляции, в моей голове все путалось. В изоляции говоришь, да? Жиза, хули тут еще говоришь. Я видела не столько галлюцинации, сколько смысл за всеми событиями и совпадениями. В чем был этот смысл? Я даже не знаю. В какой-то момент я решила, что мой мозг намекает мне, что у меня шизофрения. И мне очень повезло, что это произошло. Я... Бля... ...вотвратилась за помощью, и меня направили на две недели в психиатрическую больницу лечить депрессию. Через месяц после лечения спросила врача, а от этого ли меня лечили на самом деле. Сейчас самой даже вспоминать смешно. Не знаю, как она не заржала. Врачиха такая... Ну, а ты как думаешь? Ты говорила сама с собой и была убеждена, что телевизор шлет тебе сообщения. Вообще этот вопрос лучше задавать не нам, шизофреникам, а нашим родным... Пол страны так живет, блядь. Сидит Путин, смотрит, слушает, точнее, по телевизору и думает, что он реально на какие-то сообщения шлет, короче говоря. И вообще ему верить надо и доверять, как вообще все круто и классно. Близким. Половина больных может и не знать, какие у них были первые симптомы. Изменено. Если вы переживаете, что видите реальность не так, как другие, или подозреваете, что у вас может быть шизофрения, обязательно обратитесь к врачу. Ваши симптомы могут быть похожи на то, о чем... Обязательно к врачу, нет, на самом деле реально, да. Я знаю некоторых людей, да, там, которые попадают в психиатрическую больницу. В России, по крайней мере, я не знаю, как в Америке эти больницы работают. И только там вроде все позакрывали, поэтому там, как вы помните, да, когда я там в Лос-Анджелесе был, стримил ИРЛ, там, блядь, столько сумасшедших. Там просто пиздец происходит. Они просто по улице ходят, орут, кричат, вот хуйнёй занимаются, наркотики употребляют. Там вообще полный трэш, вот. Ну, а в России, если ты не дружишь с головой, тебя закрывают, короче, начинают пичкать всякими таблетками там, уколами, ты тупо в овощи нахуй превращаешься, в овощи, в овощи. Поэтому, как знать, нормально ли это, знаете ли, с такими симптомами идти в больницу, где из тебя сделают хер знает кого, ну, явно не вылечит, уж точно. Ну, чаще всего так и происходит, только усугубляют ситуацию. Пишут люди в этом трэде, а могут быть совсем не похожи. Овощи, да. Вы ничего не потеряете, если вдруг окажется, что вы не больны. Ну, может, чуть-чуть времени и денег. Но если вы больны и не покажетесь врачу вовремя, то рискуйте навсегда распрощаться со здравым умом. Будьте аккуратны с загонами по поводу того, что вы испытываете визуальные или слуховые галлюцинации. И те, и другие могут быть вызваны банальной нехваткой сна. Говорю это потому, что сад в такой ситуации. Тема, конечно, нездоровая, но это... Я хочу, я хочу, я хочу сожрать пиццу. Очень вкусно, очень, очень сочно. Дайте две, дайте три, дайте все. Я сожру здесь пиццу. И во сне...